С целью духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения в этом году по решению районной сессии совета всем школам муниципалитета присвоены имена героев Советского Союза, России и социалистического труда. Шестая школа поселка Совхозного будет носить имя своего выпускника Андрея Доценко. С подробностями наши корреспонденты. Все 35 славянских школ носят имена героев. Одно из последних – это почетное звание – получила школа номер 6 поселка Совхозного. По решению 42-й сессии районного совета от 28 ноября 2018 года этому учебному заведению было присвоено имя ее выпускника – кавалера ордена Красной Звезды Андрея Доценко. Решение сессии было озвучено на торжественной линейке, приуроченной ко Дню Героев Отечества. Руководствуясь уставом муниципального образования Славянский район, Совет муниципального образования Славянский район решил 1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению среднеобразовательной школе номер 6 поселка Совхозного муниципального образования Славянский район имя кавалера ордена Красной Звезды Андрея Леонидовича Доценко. Выпускник школы Андрей Доценко героически погиб, выполняя свой интернациональный долг в Афганистане. Он был награжден орденом Красной Звезды посмертно. Кубанская поэтесса Татьяна Голуб написала стихи, посвященные герою, а композитора Григория Пономаренко – музыку. Так родилась песня, ставшая гимном школы. Была его военная дорога, пустит с одной душманами Афган. Смогнула мать прощально у порога, когда приказ вперед был сыну нас. Памятник Андрея Доценко, установленному во дворе школы, ребята возложили цветы, пообещав помнить о его подвиге. Школа, в которой нет традиции, вряд ли может называться хорошей. В нашей школе на протяжении 85-летней истории развития сложили свои собственные традиции по формированию патриотического воспитания. Мы, молодое поколение, с гордостью заявляем, что будем с честью носить имя Андрея Доценко, будем прославлять его достойными свершениями, сделаем все возможное, чтобы не уронить эту планку и внести свой вклад в выковечивание памяти о героях России. При своении школе имени героя очень почетно и ответственно, считает директор Татьяна Скрипка. Это обязывает не только хранить в памяти историю его подвига, но и воспитывать подрастающее поколение на его примере, быть достойными его имени. Мне очень приятно, как директора школы, что начиная с 84-го года ребята ни одного поколения чтят и помнят имя Доценко. Мне очень приятно, что придя вот сюда, уже был установлен во дворе памятный знак. Выпускниками школ других поколений они по крохам собирали и, в общем-то, сделали вот такое открытие. Очень приятно, что подвиг Доценко остался в сердцах ни одного поколения и продолжается вот и сейчас. Это, в общем-то, не искусственно, а вот действительно, это зов сердца каждого ребенка. Они знают у нас гимн, классные часы проходят, в музее у нас очень много собрано материала. И, в общем-то, ухаживают за могилой на городском кладбище. Ну и стараются, в общем-то, передавать вот этот подвиг Андрея Доценко из поколения в поколение. После торжественной линейки ребята отправились на классный час, на котором им еще раз рассказали о дне героя Отечества, истории праздника, а также об афганской войне и подвиге Андрея Доценко. Два самых лучших и прилежных ученика были удостойны чести сесть за парту героя, на которой были размещены его фотографии, история жизни и боевого пути. Андрей Доценко – это герой, погибший в Афганистане. Он выпускник нашей школы. И сегодня наша школа присуждается его имя. Я добился каких-то успехов в учебе или в чем-то, что я достоин сидеть за этой партой. Всероссийская патриотическая акция «Парта героев» будет продолжена. В течение всего учебного года ребята будут стараться хорошо и прилежно учиться, чтобы и им выпала высокая честь сидеть за партой героя. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».